Девушки отдыхают Яркий рот станет бесперестанно улыбаться всем и каждому, но это потом, пока он принадлежит сам себе и настроение его перед выступлением переливается как волшебный шар. Тень печали тает под солнцем радости, ему на смену несется волна искрящейся иронии и так до бесконечности, как бесконечен сам Евгений Майхровский, знаменитый клоун Май, то, чье имя давно вписано в историю отечественного цирка. Когда война началась, мне было три года, сразу попал в эвакуацию. Папа с мамой в перерыв между своими гастролями фронтовыми, они ездили с бригадами фронтовыми, работали. А мы, значит, приехали туда, под Челябинском, где-то недалеко тут от вас, вот, была, значит, деревня, где мы в эвакуации детей, детский сад был. И мама даже там на какое-то время устроилась воспитательницей, вот, и показывали с папой там, и вот я помню очень хорошо, я маленький, мне три года, мама стоит на плечах у папы, я стою на плечах у мамы, да, и я читаю стишок. Так вот, собачка-жучка, хвостик-закорючка, жубки-вострые, шашка-пестрые, гав-гав-гав. Здорово, Олег! Майхровский появился на свет в семье акробатов, и сам этот факт предопределил его судьбу. Поступил учиться в цирковое училище, случай беспрецедентный, сразу на два отделения. Физкультурно-акробатическое и клоунады музыкальной эксцентрики. Спать получалось часа по четыре в сутки, зато это было то счастливое изнеможение, от которого крылья. Иглос, смотри в глаза! Из училища его забрали в армию на три года. Казалось бы, прощай цирк. Но и там он умудрился продолжить заниматься тем, что любит больше всего на свете. Во-первых, создал солдатский цирк, а во-вторых, там же в армии поступил на театровический факультет ГИТИСа. Так что Майхровский не только клоун и акробат, а еще и театральный критик. Водная шляпка. Дело в том, что в то время был такой бум в цирке, повышение интеллекта артистов цирка. Мы все пошли учиться. Были открыты режиссерские факультеты. На театровический факультет, в который пошли человек 30 сразу ушли. И канатаходцы, и воздушные гимнасты, и Огена Татухов, Степан Денисов, многие очень. И вот такая была, в общем-то, плеяда людей, которые очень повысили свой интеллектуальный уровень. С нашим городом Майхровского многое связывает. Полдвека назад в Пермь его пригласил Тернавский. И в то время худрук кукольного театра создавал музыкально-цирковой спектакль «Бумбараж», где Евгению Бернардовичу выпала и главная роль, а еще и главная партия. Вышел и запел. А вот я на фронте был, ох ты, боже мой, неприятеля губил, ох ты, боже мой. Ну вот этот кусочек так, это начало с этими выходил. Ну и, конечно, я расскажу вам финал, чтобы вы поняли, там, какие сложные. Я работал с переломанным ребром с первого момента. С переломанным ребром ему приходилось не только петь все представление, но и выполнять настоящую каскадерскую работу. Летать под куполом цирка, мчаться на лошади. И все легко, свободно, на улыбке, профессионализм высшей пробы. У Евгения Бернардовича талантов не с числа. Майхровский, работающий на стыке невероятного количества жанров, акробатики, клоунады, дрессуры, еще и полиглот. Я в каждой стране говорю на том языке, в какой стране я работаю. Во всех. Мина-сан, йо-ку, ира-ся-и-ма-ста. Мина-сан, ку-ничьи-ва. Мина-сан, кун-бан-ва. В Японии ко мне приходили зрители разговаривать со мной. А я говорил, вакаранай. Не понимаю. А они шли жаловаться, что он грубый, не хочет на мир. Он говорит, что он больше ничего не знает. Он говорит так здорово. В Чехословакии приехали, значит, зрители говорят, слушайте, у вас программа русская, клоун Чех. Как это может быть? И все это от сверхлюбви к профессии, в которой он не застыл, механически исполняя свою роль, а живет на сцене. Паспортный возраст Майхровского – 80. Но пока мысль свежа, жажда жизни бьет через край, у клоуна Майя вечная весна. Я могу передать все самое то, что во мне имеется. И доброго, и смелого, и такого, в общем, человеческого, по-настоящему. Полина Рифа, Владислав Прошидов, Евгений Гилев. Телекомпания «Ветер». Телекомпания «Ветер». Телекомпания «Ветер».